всем привет ну понятно что происходит со мной вот что происходит этого парня я услышал впервые когда был совсем еще малчик учился в школе не помню в каком классе но был еще в общем вполне незрелым таким человеком хотя рок-музыку уже слушал разнообразный credence beatles даже rolling stones немножко deep apple пару альбомов уже проглотил сюзи квадро ну все такое вот это понятно да слэйт и так далее и тут оказалось у меня в руках пластинка настоящий несмотря на то что я был малчик в школе еще ну я уже говорил про своего одноклассника бальдемара который еще в школьные годы начал спекулировать пластинками я тоже к этому подключился но в меньшем объеме гораздо но тем не менее пластинка оказалась у меня дома назывался нас джимми хендрикс smash hits альбом этот в общем-то входит в дискографию хендрикса потому что там есть пара песен которые на студийных альбомах не выходили у него но тем не там собраны все понятно что smash hits это вот самые бронебойные хиты фая там факси леди попал хейст и хейс и все остальные такие вот стенобитные и знаете мне понравилось как ни странно как ни странно несмотря на то что я был ориентирован как нормальный советский школьник на понятную внятную чистую рок-музыку английскую виде тех же самых deep apple и разнообразных других артистов но beatles понятно да но и криданс которые тоже не отличались какими-то сложностями большими неожиданно понравился хендрикс вот именно эти песни хотя эти песни на smash hits они не в полном объеме показывают творчество хендрикса и его устремление устремление у него было много мы ничего про них не знаем как и про устремление любого другого человека потому что только сам человек знает куда он стремится но знаем мы например что хендрикс мечтал создать большую рок-группу на манер chicago чтобы было много музыкантов были духовые плотняк пачка такая мощная он любил очень игру гитариста терри кэта с чикаго и считал его одним из лучших гитаристов играющих музыку под условным названием рок хотя там ближе к джазу все-таки чикаго все это происходит но вот мы знаем что это было так мы знаем что были какие-то планы у кита эмерсона пригласить хендриксов трио и было бы трио уже эмерсон хендрикс и не знаю что как бы из кого бы она сложилась это трио но ничего этого не случилось а случилось то что при жизни хендрикса вышло всего три номерных альбома зато после смерти они повалили как из короба просто выходит до сих пор пластинки он успел записать очень много музыки и мы имеем счастье ее слушать но я хочу показать первую пластинку а и experience она у меня в двух видах вот это американский оригинал а вот это уже переиздание двойник несмотря на то что это оригинальная пластинка одинарная она и в америке и в англии выходила одинарной а это двойной альбом и для тех кто не является убитыми коллекционерами винильщиками совершенно которые собирают исключительно первопрессы исключительно оригинальные пластинки которые стоят кучу денег на самом деле а просто слушают винил слушать музыку я как ни странно рекомендую именно вот это переиздание в виде двойника почему да потому что потому что на момент записи на момент начала записи альбома первого experience experience все время у меня тело скакивает было написано 17 песен собственно говоря было написано 17 песен и записано было 17 песен и в американском варианте и в английском варианте их 11 при этом они разные в американском варианте нет одних шести песен в английском варианте нет других шести песен и там и там их 11 но они все и там чего-то не достает и так и там чего-то не достает вот вот так а здесь они все 17 собраны поэтому здесь вам и американские варианты английский вариант все под одной обложкой поэтому очень рекомендую тем более такая книжечка красивая прилагается информации разные и здесь немного но тем не менее хоть что-то можно прочитать и так малоизвестный гитарист джимми хендрикс который работал в аккомпанирующих бендах разных черных соул музыкантов в частности с куртисом на этом есть и пластинка куртис night на которой большими буквами написано джимми хендрикс вот оказался он в нью-йорке но американец чего ему он еще в армии кстати говоря в день в dv надо слушать джимми хендрикса потому что он воздушный десантник служил в армии был десантником прыгал с парашютом с автоматом служил создал там кстати в армии рок-группу они играли что то что они играли я не знаю думаю что блюзы какие-нибудь ну во время одного из прыжков повредил ногу и его комиссовали и стал он профессиональным музыкантом когда он закончил свои вот эти вот аккомпанирующие гастроли собрал группу в нью-йорке не знаю из кого имена этих музыкантов как-то либо малоизвестны либо они канули в лету вообще непонятно с кем он играл он играл в грейничвили лишь в маленьком клубике играл блюзы и туда приходили люди все больше и больше и больше потому что услышав удивительную игру неизвестного черного парня все раскрывали рты и друг друг говорили слушать а вы были вчера на концерте там играет такой парень джимми хендрикс которого еще раньше звали джимми джеймс когда он аккомпанировал разным соул мастером джон леннон приходил там кто только туда не приходил майкл блумфилд который считался лучшим гитаристом блюзовым гитаристом на тот момент времени в нью-йорке был звездой просто бесспорный тоже раскрыв рот слушал как играет джимми хендрикс услышал час чендлер бас-гитарист группы animals я расскажу такие вещи которые на самом деле всем известны их можно прочитать где угодно но может быть кто-то не читал не знает так что пусть будет час чендлер ушел из группы animals на тот момент времени и решил заняться продюсерской деятельностью взял джимми хендрикса вывез его в лондон джимми хендрикс не единственный американский музыкант который реализовал себя в лондоне например гарри райт тоже уехал в свое время из америки в лондон и органировала группу spooky tools замечательно о которой мы потом как-нибудь поговорим но тем не менее джимми хендрикс переехал в лондон час чендлер несмотря на то что получал какие-то деньги все-таки авторские за песни animals ну там за аранжировки не знаю за что у денег было немного он распродал свои бас-гитары и вложил деньги в зарплату музыкантов и в оплату студийного времени музыканты нойл рейдинг гитарист которого чендлер хотел завлечь в группу the new animals но не сложилось и нойл рейдинг стал бас-гитаристом переквалифицировался на бас и меч митчелл ударные нойл рейдинг очень интересно играл на бас-гитаре потому что он он гитарист на самом деле хороший гитарист и на бас-гитаре он играл практически как на гитаре что очень интересно и заполняет просто все музыкальное пространство а меч митчелл он такой тяготеющий к джазу барабанщик но при этом джимми хендрикс экспириенс группа которая вот так вот стала называться д джимми хендрикс экспириенс гитарное трио такой мощи играли тяжелый рок настоящий тяжелый рок смесь блюза с фанком из тяжеленным хард-роком британским такой ядерный совершенно коктейль и разбавлены еще и вдобавок психоделии извините за термин я не люблю термина но по-другому здесь не скажешь что было просто удивительно и музыканты я подчеркиваю совершенно разные по манерам своей игры не было не было таких вот отчетливо роковых каких-то штук около джазовый барабанщик митч митчелл гитарист он же бас гитарист но эл рейдинг и джимми хендрикс который играл просто просто из космоса вот что к нему приходило из космоса то и играл с неповторимым звуком с удивительным совершенно который никто не может до сих пор имитировать ну разве что на компьютерных программах что-то можно накрутить а так что в живую сделать потому что звук начинается вы все знаете откуда начинается гитарный звук вот отсюда он начинается из пальцев от того как человек зажимает не побоюсь этого слова струны и как он извлекает ими звук ну или медиатором там неважно чем все равно пальцами да потом идут струны потом идут датчики звукосниматели потом идет электроника гитары потом идут примочки обработки потом идут усилители все это джимми хендрикс тщательно подбирал поскольку очень очень сильно занимался звуком и зависал на звуке просто его интересовало именно звучание а музыка это звук да я уже неоднократно повторял это и он добился вот этого тяжелого яркого точного сочного звучания которая стала его фирменной маркой да и которая неповторима сейчас и если говорить о самых ярких гитаристах играющих рок музыку под условным названием рок то джимми хендрикс конечно это человек номер один кто бы что не говорил я ни с кем не буду спорить никого переубеждать инви мальмскин там и ля-ля-ля и все остальное не 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 ребята вот 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 этот гитаризм не превзойденный вообще никем никогда нигде думаю что и не будет превзойден если говорить о блюзе то песня red house которая закрывает вот этот вот большой альбом она не вошла кстати в американское издание потому что американцы посчитали что блюз не популярен в америке в 67 году на тот момент времени вот так относились звукозаписывающие компании к блюзу оказывается в 67 году блюз не популярен в америке песню red house не включили издание первого альбома здесь здесь ее нет вот послушать просто по структуре вполне вроде бы нормальный понятный абсолютно тысяча раз переигранный уже сотнями музыкантов блюз но сыгран так две гитары солирует хендрикс понятно играет один да он вообще одну гитару очень редко записывал в каких-то песнях мне даже так не навскидку не не вспомнить где у него звучит одна гитара у него ну так вот сразу навскидку 2 там слышно но я так думаю что еще две-три там по задам присутствует просто нужно переслушать я сейчас сейчас меня не вспомнить именно по тонкости по ткани как там звучит и все и сразу становится понятно что и стивер айвон здесь и джимми пейдж здесь и все 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 включая того же самого ричи блэкмора ричи блэкмор кстати здесь на песни факси лэйди немножко если вспомнить некоторые песни с игрой блэкмора то факси лэйди кое-где бы мы услышим так же как и много 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 цитат из этих 17 песен с первого альбома и блэкмор не единственный и любой электрический гитарист что-то да от хендрикса взял про джимми вообще говорить очень много очень интересно и очень интересно повторюсь что я и буду делать периодически потому что если меня спросят с чем эти ассоциируется рок 60-х годов тяжелый рок 60-х годов я скажу джимми хендриксом только это сразу это трейдмарк тяжелого рока 60-х годов не крим даже и не лэд зеппелин которые 69 там да уже начали не yard birds а вот этот парень и вот этот альбом так что мы продолжим знакомство для тех кто не знаком с джимми хендриксом для тех кто знаком будет приятные воспоминания навеваться от этих моих незатейливых бесед пойду я и выпью за замечательного гитариста замечательного музыканта прекрасного певца между прочим я обожаю вокал джимми хендрикса удивительная манера у него такая такая soul такой soul с фанком и и и так он здорово поет на самом деле как вокалисты его не рассматривали по моему еще а мы с вами рассмотрим пойду и выпью за него все вместе с вами пока